Всем привет! Сегодня 29 июля, четверг. Я хотела начать свой влог с маленькой болталки. Я вам уже во многих влогах говорила о том, что у нас не установлен в квартире кондиционер, обычный, штатный, а есть только напольный. Так как, чтобы установить в квартиру кондиционер, необходимо получить разрешающие документы от управляющей компании, а также от собственников квартир, находящихся в нашем доме. А без разрешения я как бы не хотела устанавливать кондиционер, так как в нашем доме я знаю, что многие установили без разрешения соседей кондиционер, и теперь не всем соседям это нравится. Но как бы речь шла о соседях, у которых выходят окна во двор, и меня это не касалось, но я могла представить, что те люди, у которых установлены кондиционеры, они достаточно сильно, наверное, мешают другим соседям. Я подозревала. Потому что вот у нас на нашей стране тоже у нас выходят окна на дорогу, и у нас у соседей, у некоторых тоже установлены кондиционеры. И до сегодняшнего момента меня, собственно, только напрягало то, что конденсат с кондиционера постоянно капает мне на стекла. И стекла у меня постоянно находились мокрые. Они, конечно, быстро высыхали, но также и быстро налипала на эту воду пыль с дороги. Но так как я мою окна на балконе часто, меня это не очень напрягало. Я знаю, что сосед, живущий на втором этаже, жаловался соседям, у которых установлен кондиционер, о том, что конденсат с тех кондиционеров течёт на крышу подъезда. Она металлическая, и у него в квартире стоит грохот. Я знала об этом, я видела переписку в ватсапе, но опять же говорю, меня это не касалось. Сегодня же я всю ночь не спала, потому что конденсат с какого-то кондиционера, с какого-то этажа установленного, с этажа находящегося выше, В общем, сегодня всю ночь тёк конденсат с кондиционера на отлив. У нас на окнах, на балконах отлив металлический. Я сейчас договорю и вам покажу. И вот, понимаете, всю ночь туда капал конденсат. Возможно, он ветром попадал туда, я не знаю. Возможно, это кондиционер установлен над нами, там несколько этажей выше. Не могу знать, но вот это капни воды на металлический отлив, этим звуком можно фашистов пытать, понимаете? Я так подозреваю, что жильцы этой квартиры, где установлен этот кондиционер, они наутро проснулись, отключили кондиционер и пошли на работу. И вот тогда я заснула. То есть я поспала где-то около часа. У меня и дочка там периодически ночью просыпалась, спрашивала, мама, почему ты не спишь? Ну, невозможно спать. Это просто пытка. И я сегодня в чате утром в WhatsApp'е, в чат нашего дома написала. Уважаемые соседи, у которых установлен кондиционер на сторону дороги, убедительная просьба решить вопрос с конденсатом с ваших кондиционеров. Потому что мало того, что у меня постоянно мокрые окна, стекла, но с этим я могу мириться. Но вот этот конденсат на металлический отлив, я, конечно, подождущую недельку, никуда жалобу писать не буду. Но если это повторится, то мне придется написать жалобу на своих соседей о том, что у них незаконно установлены кондиционеры. Чтобы установить, повторюсь уже, что я наговорила, чтобы установить кондиционер и сплит-систему на стену дома, необходимо получить разрешение из управляющей компании, так как часть сплит-системы вешается на фасад здания. И также надо получить согласие от собственников квартир, которые находятся в этом доме. Никто из наших соседей этого не делал. И, соответственно, у нас в доме установлены кондиционеры незаконно. В общем, я подожду недельку, и, наверное, мне придется, если никто ничего не предпримет, то мне придется написать жалобу. Но я очень буду надеяться на то, что наши соседи как-то отреагируют данным образом и решат этот вопрос. Или нарастят этот патрубок, с которого течет конденсат. Или этот патрубок вернут себе на балкон. Потому что вот мы на юге отдыхаем, в гостинице. Там тоже на гостинице висят сплит-системы, но конденсат стекает, вот этот патрубок, он стекает в пятилитровую бутылку, которая находится на самом непосредственно балконе. Вот. То есть он никуда не распрыскивает, на людей, проходящих мимо гостиницы, на голову ничего не течет, не капает. Вот. Очень удобно, кстати. И я вот тоже планировала, если мне установят кондиционер, я тоже так же сделаю. Это очень удобно. Люди, проходящие мимо наших окон, мимо нашего балкона, с колясками, без колясок, ничего на голову им течь не будет, ни брызгать на них не будет. Это очень удобно. А вот. Так что вот так, девчонки. Сейчас я вам покажу отлив этот металлический на балконе, на который попадает конденсат. И ночью, когда тишина, такой крохот, вы представить себе не можете вообще. Я говорю, фашистов можно пытаться. Сейчас покажу. Пойдемте на балкон. Вот он, металлический отлив. И еще металлический отлив. Вот он. И вот конденсат, получается, и на этот попадает отлив, он металлический, и на нижний. И, я не знаю, вам, наверное, не видно. Вот сейчас я вижу, как течет вода с этих конденсатов. Не знаю, видно вам или нет. Но, видимо, ветер попадает таким образом. Ветер, наверное, дует таким образом, что конденсат этот, эта вода сейчас не попадает на мои окна. Вот окна у меня сухие. И грохота не слышу я сатлива. А ночью, да, мама, не горюй. Так что вот такие вот у нас дела. А у нас вот такой напольный кондиционер. Гудит он, конечно, девчонки. Сейчас я вам включу. Не приведи Господь, как он гудит. Слышите, да? То есть гудит он порядочно, но, тем не менее, я не мешаю своим соседям. А вот соседи обо мне не думают совершенно. Ну, ладно. Подождем несколько дней. Может быть, кто-то что-то решит. Всем привет! Мы продолжаем наш сегодняшний влог. Меня все не дает покоя эти кондиционеры. Сейчас сижу возле подъезда, смотрю. Вот на той стороне, которая во двор, тут висит всего четыре кондиционера. А та сторона, которая на дорогу, где у меня окна, там, конечно, гораздо больше, но у нас солнечная сторона, поэтому там гораздо больше кондиционеров. И вот я вам говорила, что сосед второго этажа жаловался, что солнце попадает, жаловался, что конденсат бьет об крышу подъезда и у него в квартире грохот. И вот мы сейчас сидим, смотрим, получается, жители этажей выше, у кого есть кондиционеры, они вообще спилили, сняли свои патрубки и получается у них течет теперь по стене, наверное, конденсат. Или не по стене, может, как разлетается он. Ну, в общем, нету патрубков, спилили. вот я сейчас хочу, у нас просто подпер тут парень, который доставляет суши, пиццу в наш дом привез, и он нас подпер, мы не можем выехать, вот стоим, ждем, сейчас будем отъезжать, я хочу посмотреть, у нас, конечно, там очень много кондиционеров, и хочу посмотреть, как расположены патрубки. Ладно, давайте смерим тему, Леша уже пришел с работы, здоровайся. Всем привет. Он загадочный парень, живет своей жизнью, ему надо говорить, здоровайся. А вот, ладно, отвлеклась. Вот, и мы сейчас поедем к моей маме, у нее там что-то кнопка западает на унитазе, не смывает. или наоборот, вода все время стекает, не знаю. В общем, здесь посмотреть эту кнопку, а потом как раз шара спадет, и мы у себя в лесочке тут погуляем. Если у меня терпения хватит, а то я не выспала, если у меня настроения нету, Леша немножко подбешивает. В общем, посмотрим. Сейчас первым делом было смотреть кондиционеры на той стороне. Кстати, вот что я сижу в машине, пойду я посмотрю пешком. Ну, давай туда. Да, пойду я пешком посмотрю и вам покажу. Вот хочу вам показать. Вот они эти кондиционеры, которые выходят во двор. И вот у них нет патрубков. Походу дело они спилили. потому что вот у нас крыша над подъездом она металлическая. И жилец вот этой квартиры вот этой все время жаловался, что у него стоит несусветный грохот в квартире. Вот сейчас пойдемте посмотрим, что у нас там на нашей стороне. Ой, простите, потрясла вас тут немного. Не хочется мне, конечно, с соседями в конфликт вступать. Но я думаю, что не со всеми соседями придется договориться и объяснить им, что их кондиционер мешает. Ой. в принципе, у меня времени свободного много. Мне не составит труда ходить, строчить жалобы, если соседи не пойдут мне на уступки. Хотя Леша говорит, потерпи, скорая сезон закончится. Офигеть, у нас тут кондиционеров. Но, кстати, вот смотри, на шестом этаже нет вообще патрубка. Она разлетается куда-то и выше. Вот, видишь? сейчас вам постараюсь показать. На, подержи. Чтоб вы понимали, вот это мой балкон. Ну да, и получается, что патрубок только вот он у людей на седьмом этаже. Зачем они такой дуру вытянули? Глянь. Плохо фокусирует. Видите, какой у них длинный патрубок. И получается, от ветра все разлетается. Хотим подключить подачу да, и, наверное, когда ветер дует, все разлетается. Потому что вот сегодня днем вот до этой дорожки долетала тек кондиционер и люди, которые гуляли вот здесь с колясками, люди, которые гуляли вот здесь с колясками, им все на голову летело. Вот из этого получается патрубка. Видите, какой патрубок длинный вообще? Ну, это, конечно, установщики, наверное, виноваты. Я смотрю, вообще, вот ни у кого в кондиционере нет никаких патрубков. Чего? Либо вниз загибают, либо вовнутрь, вот как я рассказывала вам на юге. Многие же вовнутрь делают. Леша, вот смотри, 24, на шестом этаже тоже, видишь, он течет напрямую на фронтоник. вот он вниз по фронтоникам утечет во всем. ой, не знаю, девочки, буду очень надеяться, что соседи решат каким-то образом эту проблему. Потому что Леша вот сегодня тоже с работы пришел, я говорю, как тебе спалось? А он говорит, бля, я реально думал, что всю ночь шел дождь. Нет, это у кого заработал кондиционер. Ладно, сейчас поедем к мамке. Может быть, там нас уже выпустили. Пойдем посмотрим и поедем к мамке. ой, приехали мы к маме. Всю дорогу с Лешей обсуждали эти кондиционеры и решили сейчас, когда приедем домой, поднимемся на шестой и седьмой этаж, посмотрим номера квартир, чтобы в общем чате писать, именно к этим жильцам обращаться. И фотографию хочу сделать шестого и седьмого этажа, как у них выведены патрубки прямо на отлив. Пусть они их загибают, отгибают, пусть делают что хотят. Ладно, к маме приехали, пойдем. Мамкина кошка сидит, как барня, на каких-то крышах сараев лежит такая, и не жарко ж ей под открытым небом лежит, не в тенечке. такая чудная. Мы сейчас приехали в Добрострой. Леша, короче, так и не смог починить мамке унитаз, и мы решили посмотреть новый. О, привет! Это наш знаменитый табрис с седой бородой. Это был у нас сотрудник, хороший сотрудник, мастер шином сервиса и шиномонтажа. Мы сначала хотели вот такой унитаз купить, вот такой, но крышка без лифтов. Ну, и за такую цену, соответственно, они не могут быть в природе. Но цены такие достаточно экономичные. А в итоге мы купили мы здесь. Там свои продакции. А мы купили вот такой. Вот такой за 3090. Вот такой унитаз. крышка тоже без лифтов. Но мама и не знает, что это такое крышка с лифтами. В общем, самый дешевый купили вот такой. А вот так, тут такие нормальные цены, хорошие унитазы. Есть еще выбрать. Смотрите, какой суперский. Мне очень нравится квадратное. Тут правда все не закреплено. Но смотрится вообще супер. Вот такие вот унитазы. А вот так, что купили, выбрали. Слава Богу. смотрится. То ли светильник, то ли люстра. Светильник называется. Такие здоровые полстены. Красивые. Вообще прям как лепесточки, да? Такие завернутые. Классные. Красота. Я вот люблю такие вот квадратные. Такие мне нравятся такие. Но мне они дома не нужны. Это излишний сборщик пыли. у нас в торговом центре магазин Добрострой. Здесь можно все купить. Ну и цены такие бюджетные. Если допустим что-то из коллекции надо покупать добротное, то у нас есть лесоторговая база там подороже. Но вы сами знаете дороже не значит лучше. Ладно пойдемте дальше. но мы уже дома. Мама отвезли вместе с унитазом домой. Не знаю может быть завтра установим ей. наверное скорее всего завтра Леша может быть с моим братом установят ей. Вот. Так что я уже дома хочу закончить сегодняшний наш влог. сказать вам всем спасибо за то что вы меня смотрите за то что ставите лайки пишите комментарии большое вам спасибо я спать хочу вы не представляете а вот если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео всем спасибо пока пока пока